40 лет назад были созданы первые отряды ЮИД, которые стали настоящими помощниками инспектором ГАИ в пропаганде правил дорожного движения. Первый слёт ЮИДовцев состоялся в 1974 году. С тех пор проведение таких мероприятий, где ребята демонстрируют свои знания о поведении на дорогах, стало традиционным. В этом году юные инспекторы соревновались на базе Видновской школы номер 7. В этом году слёт юных инспекторов движения был посвящен 40-летию образования. На мероприятии присутствовали лучшие представители команд образовательных учреждений Ленинского района. От того, чем больше ребятишек будут участвовать в таких мероприятиях, по крайней мере, побольше ребятишек будут знать правила дорожного движения. А сегодня в данных соревнованиях я желаю вам удачи. Соревнования проходили в три этапа. На медицинском конкурсе ребятам было предложено 20 вопросов. Как оказать первую помощь при открытом переломе, для чего нужен йод, как наложить шину и какой материал может быть использован при этом и многие другие. В пределах 20 минут ребята должны были выполнить задания. Команда Молоковской школы управилась за 10. Мы работали сообща и вместе, я думаю, мы справились хорошо. Следующий этап конкурса – теоретические знания правил дорожного движения. Здесь также всей командой ребята отвечали на вопросы в письменном виде. Задания разработаны специально для детей, которые позволяют знать азы, правил пешеходов и велосипедистов. В районных соревнованиях принимают участие уже опытные участники юидовского движения. Это те ребята, которые в течение года принимали активное участие в процессе изучения правил дорожного движения. Практические правила дорожного движения участники слета демонстрировали на специально подготовленной площадке у здания школы, где были обозначены пешеходные дорожки, проезжая часть и, конечно же, светофор. Арсений Балатенков – известный в городе музыкант, еще и большой любитель езды на велосипеде. В конкурсе он уже второй год принимает участие. Меня выбрали из всей школы. Это очень большая честь. На «Восьмерке» было очень сложно, потому что там очень узкая дорога. После того, как проехали на «Восьмерке», надо было идти на «Змейку». «Змейка», я считаю, было очень самым сложным испытанием. На символической велотрассе, приближенной к городу, с круговым движением, со знаками правил дорожного движения, ребята показывали, как нужно ориентироваться на проезжей части. В ряды юных инспекторов движения с каждым годом вливаются все больше ребят. Каждый отряд на сегодняшний день насчитывает более 20 человек. Ребята молодцы. Они у нас как бы наши помощники. И в нашем направлении по пропаганде безопасности дорожного движения они работают по школам. Они пропагандируют именно безопасное поведение. Победителем в общем зачете в этом году стала четвертая школа. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.